Мы начинаем наше сегодняшнее занятие по новой недельной главе, главе Ваяхи и Жил Яков. Это завершающая глава первой книги Пятикнижия, первой книги Торы, книги Брейшис. И она естественным образом подхватывает предшествующий этап и переводит нас на следующее, она резюмирует историю возникновения и прихода народа Израиля. В Египет и начало реализации пророчества во всей полноте, реализации пророчества Авраама, полученной между частями рассеченных животных, о рабстве и влетении. И вот эта вот глава, она на самом деле, она очень показательна. Посмотрите, она называется Ваяхи. И осел буквально, поселился Яков в стране египетской 17 лет. Прожил в стране египетской 17 лет, и было неякого лет его жизни. И у меня не случайны эти ассоциации. Совсем недавно мы читали главу Ваишев, и поселился Ясел. А здесь сказано «и жил», только там сказано, что он поселился в стране Ханаан. Что поселился Яков в земле, где жили его отцы. То есть в Эрацкна. И там употреблен глагол «поселился». Лошевет, то есть осесть, осел Яков. А наша глава начинает с слова «ехи». И жил Яков в Египте. И получается интересная вещь, что жить мы можем где угодно. Это Мотору учит, употребляет таким образом глаголы. Жить можно где угодно. И народом это стали на чужбине, в земле египетской. А вот поселиться мы можем только в своей стране. Вот это вот невременное проживание со сколь угодной яркостью и интенсивностью, а оседлое существование, укорененное и бесспорное – это только в Эрацисраиле, земле Израиля. Во всех остальных местах мы не живем. Мы там работаем. И хотя есть люди, для которых работа и составляет смысл и содержание их существования, но, тем не менее, это не меняет того факта, что и живут, и работают они на чужбине. И это удивительно, совершенно не, как иначе, необъяснимое явление. Обратите на это внимание. Евреи живут в разных странах рассеяния тысячелетиями. Ну, например, я родился иду в Одессе, которая тогда принадлежала Украинской СССР, а сейчас это принадлежит, кстати, независимой Украине, мой родной город. В Северном Причерноморье евреи появились примерно 2200-200 лет тому назад в греческих колониях, раскопки которых это показали. Есть могильные плиты еврейские, которым две с лишним тысячи лет на территории Северного Причерноморья, на территории современной Украины. Никакой из народов, который впоследствии поселил эту страну, тогда там не присутствовал, не существовал. Они все пришли гораздо позже нас. Непосредственно моя семья, она пришла, естественным образом, откуда-то из территории, которые приезжали Австро-Венгрии, в Новолынии и Подолии. Мои предки живут последние, по мною отслеживаю, последние 220-230 лет. Уверен, что это гораздо больше. Но, тем не менее, никто и никогда не воспринимал евреев как однозначных аборигенов этой земли. Их всегда воспринимали как пришлых. Хотя, если кто-то и пришел, то не они. Они там были всегда. И это и есть вот это вот ощущение, это вот странное, да, абсолютно нереальности оценки, да, потому что кто, кто, кто как не мы аборигены на территории современной Украины, там, Польши, Белоруссии, Германии, Италии и так далее. Тысячелетиями мы там живем и всегда живем как пришлые, как временные жители. И самое интересное, что это не только наше восприятие, но и нас так воспринимают. Или наоборот, не только нас так воспринимают, но и мы так себя воспринимаем. И это действительно некое вот такое доказательство истинности слов Торы. Воейшев поселиться мы можем только в Ирцесраеке. А жить, да, мы можем где угодно. И заголовок этой идеи, это заголовок нашей главы Воейшев. Он некий ключ, он ревен на эту тему массов бесед провел, объясняя, как связано название главы с основной идеей всего текста. И здесь тоже очень интересно, и стоит об этом помнить. Наша глава, она посвящена уходу Якова из жизни. События, которые непосредственно предшествовали уходу, то есть как он благословляет детей, как он передает права первородства Иосифу вместо Реувена. То есть его завещание, предсмертные пророчества, все связанное с этим, непосредственно смерть, захоронение. То есть она вся занимается, как бы, вовсе не описанием жизни. И тем не менее начинается очень жизнеутверждающий, да, и жил там Яков и так далее. Предшествующая глава. Когда говорит, народ Израиля жил в Египте, в земле Гошин, они владели землями, они размножились, их стало очень много. Вот тут уместно было бы завершить нашу предшествующую главу, главу Баи Гош, словами «и Яков жил там столько-то времени» и так далее. А следующая фраза нашей главы, да, «пришло время якобы умирать». Вот с этого вроде бы надо было и начинать новое повествование, потому что наша глава, она открывается, как бы, посухом, который теоретически продолжает ту же самую линию. И тем не менее в еврейской традиции, да, она открывает новую главу. Что же хотят, что же хотят нам наши учителя, которые таким образом делили текст на смысловые такие отрывки, на главы, что же они хотят нам здесь сообщить? Есть такое положение в еврейской традиции. Все настоящее, оно не приходящее, оно не конъюнктура. Вот есть в Мишне, в Мишне Пара, в одной из Мишнаис, там сказано следующее, что если раз, хотя бы, если для того, чтобы брать воду для очищения, необходимо, чтобы она была из источника, который не пересыхает, да, хотя бы, ну, не чаще, раз, она не может пересыхать даже раз в семь лет. Да, ну, семь лет это цикл такой, да, она не может ни разу пересохнуть в цикл. Потому что если она пересыхает, то это не называется вода жизни, это не называется живая вода. Она называется майм-козвен, да, ложная, лживая вода. И настоящая жизнь, она тоже должна быть вечно непрерывна. Все истинное вечно. И поэтому то состояние, в котором постоянно присутствует опасение, что оно прекратится, да, чтобы мы все время, как бы, любой живой человек знает, что он закончится. И как там Булгаков сформулировал? Бедали в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. Да, мы все, мы все живем в понимании, что наше существование должно прерваться на определенном этапе. И только в Всевышнем об источнике жизни можно сказать, что он действительно живой. Не в биологическом смысле, естественно. Да, не то, что говорил Энгельс, что жизнь – способ существования белковых тел. Что такое жизнь до сих пор, я как бы не нашел ни одного толкового формулировки. А во Всевышнем мы говорим, что он хайвыкаем. Он живой и существующий. И понятно, что мы имеем в виду опровержение обратного, что он неживой, не дай Бог, и несуществующий. И об этом сказано, что Всевышний – он истина, и его печать – истина, связанная с Богом, оно непреложное, неконъюнктурное. Как говорит пророк Ермьял, и Господь Бог есть истина. Он – Бог живой и Царь вечный. Все сотворенное, оно конечно. Всевышний – нет. И тогда получается, что поскольку Всевышний, только Всевышний, вечен неизменен по определению, только к Нему и относится понятие истины. Живой и истинный – это только Бог. Но тогда возникает вопрос. Мы сотворенные, каким образом мы можем жить? Тогда это не жизнь, это иллюзия, это смехотворно. Нет. Говорит наш святой Тора, что люди могут удостоиться жизни, чтобы эта жизнь была жизнью, если они соединены с Богом. Как это формулируется Ма Тора в книге «Дворим». Вы, соединенные с Господом Богом вашим, вы все живые сейчас. Сегодня. То есть, жизнь – это состояние соединенности с Богом. Все остальное – это приходящее существование, ложное существование. Приходящее и ложное. И поэтому становится понятно, почему наша глава говорит «И жил Яков». Почему? Говорящие о смерти, о предсмертных каких-то поступках и так далее, говорит «Яков жил». Ведь на самом деле все это время, что человек живет в этом мире, ты не можешь быть уверен в том, что это настоящая жизнь. Вплоть до последней минуты. Как написано в «Перке Овес»? Четко и недвусмысленно. «Аль-та-ам-мин бе-а-цмеха-ль-йом-а-тоск». Не верь себе до дня своей смерти. Тем более в других. В «Тебя-то» мы лучше знаем, чем в других. И тем не менее, говорит нам «Мишна», «Мишна овес», но утверждает «Не верь себе до дня своей смерти». Человек – нестабильное существо. Человек, даже одухотворенный и праведный, он подвержен испытаниям, слабостям и падениям. И поэтому все это время, все время жизни человека нельзя быть уверенным в неразрывности его связи с Творцом, в его неотрывности от Бога. И как следствие нельзя оценить подлинность его жизни. Он живет на самом деле? Он живой или нет? И теперь понятно, почему эта глава называется «Вайфи Яков». Да, и жил Яков. Вот именно там, в Египте, накануне его смерти, и со смертью его стало очевидно, что он, да, жил. Что это была жизнь, настоящая жизнь. И по ее завершению, и по ее последствиям понятно, что Яков жил. Пока Яков жил на святой земле, несмотря на все беды и несчастья, его связанность с Богом, она не проявлялась во всей полноте. Только в Египте, вот в этом вот срамном месте земли, да, Эрван Гааретс, так это называется, да, срамное место земли. Когда они там жили, когда они перешли туда, и Яков остался Яковом, и его дети остались его детьми, стало понятно, что их связь с Всевышним, она не до первого милиционера, да, или не до испытания. Она стабильна. Когда стало понятно, что не только Яков и его сыновья, но даже Минаша и Фраем, которые родились в Египте, они продолжают ту же самую линию, они евреи, которые служат Богу, тогда стало понятно, что Яков жил. Именно или ретроактивно, или в момент тяжких, выдержанных испытаний. А тяжкое испытание, оно может быть двояко, оно может быть очень концентрированное, тяжелое испытание, тяжелейший груз, а может быть постоянно существующие условия само пребывание в которых, оно пытка и испытание. Да, вот мир, в котором надо выживать, а не жить, в котором надо бороться за существование, а не только бороться со своими слабостями. Это мир, в котором начинает становиться понятно, насколько настоящим являются декларируемые принципы, жизненные какие-то приоритеты и так далее. Это и есть, это и есть жить, когда оно связан с Богом и поэтому то, что ты делаешь, оно настоящее. Факт, оно выдерживает испытания. Факт, оно имеет продолжение. Вот только вот тогда, когда оно проходит вот эти этапы, можно отглядываться на нас и сказать, жил, да, это жизнь. Именно тогда мы называемся живым. И поэтому, да, как в песенке это и поется, Амис Роэль Хай, народ Израиля жив. В Калмуде сказано Янки Ло Винну Ло Мес. Яков Вин, наш прорицец Яков не умер. Как он живой, как его семя живо, как его потомство живо, так и он жив. Это Геморат Амис. То есть мы видим, что народ Израиля, он во всех испытаниях и на протяжении своей истории он выжил за счет своей связи с Богом. У него нет ни других оправданий, ни другого источника своей жизненности. Он просто держится за Бога. Народ богоносец. И поэтому народ Израиля жив. А значит Яков жив. То, что мы идем по его пути. Как напутствовали братья своего отца перед смертью. Шма истрои наше манакей наше махот. Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь один. И с того дня до сегодняшнего дня, каждый день, утром и вечером, мы декларируем это. Слушай, Израиль. Да? И вот эта вот жизненность, которую мы получаем из этих слов, мы подпитываемся, мы держимся за эти слова. Потому что Господь Бог твой истина. Истина неконъюнктурна. Это никогда не поменяется. оно не может быть отменено. Но не может быть те, кто отрывается от этого, исчезают и доказывают этим самым, что они никогда и не жили. Вот это вот Ваяхи Яков и жил Яков в Звели Египетской. Это есть декларация нашей преемственности. И поэтому и сейчас, когда разброты шитания и не только вокруг, но и внутри, когда люди теряют уверенность в собственной правоте. они утрачивают уверенность в чем-либо вообще. Это явление постмодернизма, относительности истины, относительности правды. Это удивительная штука. нас приучают к тому, что нету истины. Это такая изощренная форма атеизма, когда ты ничего не можешь утверждать с уверенностью. У тебя нету нынешних ориентиров, тебе не за что держаться. А наша глава, наша Тора, она говорит тебе абсолютно четко. Вахи Яков. Яков жил, потому что он был связан с источником жизни. И это может быть даже в Египте, в сравном месте земли, в прообразе всех изгнаний, в стране, в которой тебя будут, как предхазано Аврааму, мучать и угнетать, и так далее, и так далее. И там можно жить. Не место определяет, живой ты или нет. а источник жизни, с которым ты можешь быть связан или не связан. И тогда ты или живешь, или ты не живешь. Потому что Бог, он истина, он наполняет тебя, твою жизнь, твое существование смыслом. Без этого ты просто условия существования для всех остальных. Ты без этого часть фауны. И это очень хорошо надо усвоить на самом деле. Нас пытаются оторвать от истины. То есть нас пытаются оторвать от Бога. Нас пытаются заставить во всем сомневаться, чтобы лишить нас возможности идти. Лишить нас критериев, лишить нас уверенности в собственной кровоте и в избранном нами жизненной дороге. Кто это делает? Те, которые хотят позволить себе то, что в рамках критериев, которые дает Бог, и в рамках самой идеи существования Бога невозможно. Им очень хочется, чтобы это было не так. Потому что тогда их поведение, их идеи, их существование оправданно. Но поскольку никто не хочет быть преступником, то всех опускают до того уровня, когда это уже не является ни грехом, ни нарушением, ни преступлением, ни отклонением, ни отказом. Это грязный способ. Но действенно. Мы это видим по тому миру, в котором живем. окружении. дело не в том, в какое время мы живем или в каком окружении. неблагоприят. дороже здесь сформулировано, что жил Яков в стране египетской неблагоприятного окружения, о котором Бог ему говорил в предыдущей главе, если вы помните, Всевышний не бойся Яков спускаться в Египет. Обратите внимание, спускаться в Египет, не бойся. Почему? Потому что я с тобой. Если человек живет с Богом, то Египет не может его, он может его погубить, убить, но не может его сделать мертвым. Потому что об этом сказано, что грешники при жизни своей называются мертвыми. Как любил говорить мой учитель, что есть много людей, которые давным-давно покойники, но ему об этом не сказали и не продолжают ходить на работу. Единственный способ жить это соединить себя с Богом. А единственный способ соединить с Богом – это наш святой Тор, который рассказывает нам о том, что Бог хочет, что Он от нас ждет, для чего мы появились на этом свете. Откуда ты пришел и куда идешь? Я продолжу наш разговор в следующем занятии, не хочу начинать новую главу, но вот это мне было очень важно сказать. Именно Египет – это то место, где можно стать народом. Именно реальная жизнь – это бурлящий котел. Он может выплавить, отсеяв, убрав все примеси, все накопы, может выплавить чистым, чистый металл. Народ стал таковым из клана, он стал таковым именно в испытаниях, в том, что они пришли в Египте, в том враждебном окружении, которое было, в тех нечеловеческих испытаниях, которые они пришли, они и стали народом. Это и есть община судьбы, которая соединила и сделала их едиными. И это было в Египте. То есть Египет – это страшное место, абсолютно необходимое для того, чтобы это была настоящая жизнь. Что именно в Египте, как это ни парадоксально, мы обретаем себя в этих испытаниях, в этих преодолении вражды, в непонимании, мы обретаем себя. и жил Яков. Это и есть настоящая жизнь. Будьте здоровы! и подожди. Продолжение следует...